Добрый вечер, вы смотрите Интер. Время подвести итоги информационного дня. В студии Алексей Фадеев. И вот некоторые темы выпуска. Очереди на границе с оккупированным Крымом. Почему закрыты КПП? Дрожь земли. В районе Мариуполя произошло сильное землетрясение. Чужие хлеборобы, чьи комбайны убирают фермерские урожаи в Херсонской области. Список ИГИЛ. Израильские спецслужбы взломали каналы связи террористов. Итак, Крым закрыт. Такие сообщения появились сегодня с самого утра. Все три пункта пропуска со стороны полуострова приостановили свою работу. Со стороны материка образовались огромные очереди. Что стало причиной закрытия КПП и что происходит там сейчас? Подробнее Сергей Бордюжа. У меня все слова будут только пик-пик-пик. Чаплинка, Каланчак, Чангар. Работа этих пропускных пунктов на границе с Крымом была заблокирована с 7 утра. С оккупированной стороны никого не выпускали и не впускали. Ничего не знаю. Никто ничего официально, никто ничего не говорит. Тут именно что слухи ходят. А на той границе сказали, что там какое-то типа получение или что-то еще. Те, кто не стал ждать, из Чаплинки и Каланчака едут на Чангар. Пункт открыли около полудня. Но и здесь приходится выстоять в многочасовой очереди на 36-градусной жаре. Почему закрыт Крым ближе к обеду, объяснили в администрации президента. На певночке Крыма также российские войска проводили свои маневры. И на определенный час рух на пропускных пунктах был остановлен за инициативой российской стороны. Можем понимать, что в любую минуту, в любую часу они могут начать или какой-то не масштабный, а масштабный наступ. Информацию о скоплении военной техники по ту сторону кордона с материковой Украины подтвердили и в Генштабе вооруженных сил Украины. На певночке Крыма спостерегается значительное сближение количества озброяний, войсковой техники, особого склада. В определенные меры мы такие сближения связаны с тем, что начиная с завтрашнего дня, с 8 серпня, на территории темчасового оккупованного Крыма, распочинается командное штабное навчание Збройного силы Российской Федерации. А вот что рассказывают те, кто сейчас выезжает из оккупированного полуострова через Чангар. Нету там никакой военной техники. Я бы сколько ехала, не видела. Военной техники я вообще не видел никакой. Ни танков, ни пушек, ни БМП, ни самолетов, ничего. Ближе к вечеру по сообщению Госпогранслужбы Украины были открыты еще два КПП. Чаплинка и Каланчак. Но только на выезд с материка. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности. Телеканал Интер. Херсонская область. Бойцы роты Торнадо снимали на камеры мобильных телефонов сцены изнасилований несовершеннолетних. Об этом заявила Татьяна Черновол в эфире телеканала 112. В частности, нардеп Фронтовик рассказала. Она изучила видео с мобильников, изъятых у торнадовцев при аресте. Эти съемки убийств, пыток и изнасилований, в том числе мужчин, приобщены к материалам уголовного дела против торнадовцев. И о них наверняка знают защитники экс-бойцов роты. В частности, нардеп Семен Семенченко утверждает Черновол. Это видео разных сексуальных органов, гвалтуваний. Причем даже скажу, что там были даже немовлята. Я так понимаю, что мать с этим немовлям примушила это делать под загрозой смерти ее дитины. Там были гвалтувания неповнолетних девчаток. Вы понимаете, это животные, это не люди. И в данном случае, тот же самый Семенченко, который все это знает, поверьте, он знает это все. И тот, который выходит и поддерживает этих людей, за ним злощенный также есть. Я считаю, что это уже остальная крапля, он сядет. И напомним, суд на ДЭК с бойцами роты торнадо проходит в закрытом режиме, так как его фигуранты не хотят разглашения фактов биографии, а также, чтобы не навредить потерпевшим, которые выступают по делу об изнасиловании. Кроме этого, торнадовцев обвиняют в создании в Луганской области в 2014-2015 годах преступной организации и совершений в ее составе тяжких и особо тяжких преступлений, а именно похищение людей, пыток, доведение до самоубийства, разбоев и грабежей. А после сорванных заседаний еще и в групповом нарушении общественного порядка. Следующее заседание суда запланировано на ближайший вторник, 9 августа. Харьковский юрист и блогер Алексей Романов, который на днях опубликовал информацию о владельцах сайта «Миротворец», сегодня просит о защите. На своей странице в Facebook он опубликовал открытое письмо к послу США в Украине Джеффри Пайету, в котором рассказывает о своей деятельности и излагает все известные ему факты о владельцах и основателях сайта «Миротворец», а также сообщает, после публикации данных о «Миротворце» лица, связанные с сайтом, начали кампанию травли и угрозу адрес самого Романова. В частности, Оксана Тынько, которая значится как владелец домена сайта «Миротворец», опубликовала личные данные Романова, номер телефона, идентификационный код налогоплательщика, адреса без его на то согласия. А также в своем открытом письме Романов просит защитить свободу слова и СМИ в Украине. Напомним, очередной скандал, связанный с «Миротворцем», разгорелся накануне, когда Алексей Романов на своей странице в Facebook написал о том, что сайт зарегистрирован на частное лицо, а не как электронное средство массовой информации, как утверждают его владельцы. Домен принадлежит некой Оксане Тынько, которая проживает в Таиланде. Кроме «Миротворца», по его словам, на нее зарегистрированы и другие домены, на которых, в частности, публикуют якобы переписку украинских телеканалов с так называемыми ДНР-ЛНР. Также напомним, сайт «Миротворец» скандально прославился после того, как опубликовал личные данные почти 300 журналистов, которые работали на оккупированных территориях. В списках можно найти данные сотрудников украинских СМИ, а еще журналистов из 28 стран мира. Это вызвало волну негодования в журналистской среде. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по статье «Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Публикацию данных осудили омбудсмен Валерия Лутковская, ОБСЕ, посол Евросоюза в Украине Ян Тамбинский и Госдепартамент США. Спустя два дня после скандальной публикации сайт заявил о прекращении работы, но вскоре возобновил деятельность и обнародовал очередной список. К постоянным обстрелам на Мариупольском направлении сегодня добавилась еще одна беда – землетрясение. Причем такой силы, что подземные толчки ощутили в Запорожской и Днепропетровской областях. Какой была первая реакция жителей прифронтовых городов и каковы последние новости с Мариупольского направления, расскажет Руслан Смещук. Ого! Не знаю. Что, опять? Да. Землетрясение началось в начале 12-го. Несколько мощных толчков заставили изрядно поволноваться мариупольцев. Оно и понятно – город почти на самой линии фронта. Я думала, эти нападают на моечку, и я испугалась и страшно. Версии были самые разные – от вражеского обстрела до штурма Мариуполя боевиками. Сразу пошел слухи, там разные взрывы, там еще более-менее. Потом в интернете узнали, что этот самый, ну, землетрясение было, что еще что-то ожидается. За подсумками цього поштовху не было никаких техногенных наследов, тобто подрывов складив с озброєнням чи військовою техникою. Позже стало ясно, все же землетрясение с эпицентром в двух десятках километров от Волновахии. Боевые действия тут ни при чем. Толчки ощутили и жители соседних Запорожской и Днепропетровской областей. Впрочем, на Мариупольском направлении без землетрясения сутки выдались жаркими. В таких условиях приходится работать международным гуманитарным миссиям. Так Красный Крест устроил в Новотроицком, всего в паре километров от передовой, раздачу необычной и шумной гумпомощи. 1530 кур, несушки и бройлеры. Это по 10 кур на семью. Местные жители за несушек и корм благодарили. Из-за боевых действий пернатых тут поели. Хозяйство не восстановилось до сих пор. Но главное желание, это, конечно же, мир. Уже сердце стоит. Уже от взрыва. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Виталий Лещук. Подробности телеканал Интер. Президент Украины Петр Порошенко продолжает официальный визит в Индонезию. Сегодня он встретился с своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. Стороны, в частности, договорились начать консультацию о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента. Также Порошенко сегодня встретился с представителями индонезийского бизнеса. Глава государства отметил, что Индонезия важный торговый партнер для Украины. И наша страна должна стать коридором доступа индонезийских товаров на европейский рынок. И в свою очередь Индонезия тоже может быть платформой для украинских товаров в Азии. Перспективной сферой для сотрудничества президент назвал и оборонный сектор. Важная часть нашего сотрудничества, учитывая сложную ситуацию с безопасностью в мире, это взаимодействие в военно-оборонном секторе. Индонезия стала не только лидером в регионе, но и региональным глобальным игроком в мире. Объединение наших потенциалов – это как раз то, что мы ищем. Продолжаем выпуск. История о черных комбайнерах получила продолжение. В Херсонской области полиция уже месяц не может сдвинуться с мертвой точки в расследовании дела о масштабных хищениях урожая. Подробности уже рассказывали о новом виде воровства, который этим летом процветает на юге страны. Частные комбайны заезжают на чужие поля и убирают чужой урожай. Месяц назад фермеры поймали одну из таких пиратских машин и передали полиции. Но теперь виноватыми делают самих фермеров. На поле этого фермерского хозяйства в Херсонской области месяц назад заехал чужой комбайн и начал собирать урожай. Тогда по чистой случайности его заметили работники и вызвали полицию. Комбайнера передали следователям технику, оставили у себя в качестве вещдока. А вот 250 тонн пшеницы, которую чужаки успели собрать на 40 гектарах, бесследно исчезли. Но спустя неделю следователи комбайн изъяли и вернули хозяевам тем самым, которых подозревают в воровстве урожая. Дальше больше. За месяц в полиции поменяли трех следователей по делу. А само расследование не сдвинулось с мертвой точки, утверждают представители потерпевших. Приходят просто отписки о том, что ведутся некие процессуальные действия. О чем можно говорить, если людей поймали на горячем, на месте, но обратно же мы должны доказывать, что они виновны. Более того, теперь уголовное производство открыли против директора фермерского хозяйства за то, что незаконно удерживал комбайн, а по сути орудие преступления. На уровне области этот вопрос мы не решим. Я еще раз повторяю, что мы будем обращаться в высшестоящие суды. Факт преступления налицо. Комбайн скосил, своровал у нас пшеницу, был пойман на нашем поле. Фермер говорит, комбайн, который является единственным вещдоком в этом деле, перегоняли под покровом ночи. Но им удалось отследить его конечную точку. Сюда непосредственно комбайн был перегнан, опечатан, но ежедневно он отсюда выезжает и занимается уборкой. Работники, увидев камеру, спрятались в ангаре, а хозяин комбайна, в которого фермеры подозревают в воровстве, встречаться с журналистами подробностей отказался. Я в отъезде, так что отследиться не получится. Это честная собственность. За официальным комментарием мы обратились в областное управление полиции, но на наши звонки там не отвечают. Фермер же уверен, на уровне области справедливости не добиться схемы по воровству урожая. Прямо с поля здесь работают уже не первый год безнаказанно. Поэтому намерен обращаться к столичным правоохранителям. Кирилл Ющишин, Антон Небесь. Подробности телеканал Интер. Херсонская область. Представители правого сектора продолжают разжигать религиозную вражду в Тернопольской области. На этот раз вместо захвата храмов УПЦ члены ФПС пустили в ход компрометирующие листовки и газеты. Сегодня такие листовки распространяли возле Кафедрального собора в Тернополе во время богослужения. Сами жители Тернополя акцию не поддержали, несмотря на ее предварительное анонсирование. В УПЦ ее уже расценили как провокационную, притесняющую свободу вероисповедания. Есть факторы распространения религиозной вражески представителей правого сектора, которые раздают провокационную литературу с закликами про то, что наши люди, которые отводят веряне, УПЦ, спонсоруют войну и убивают верян. Никаким образом эта информация не подтверждена. Она провокационная и наклепена на веряне. И порушивают их права на вероисповедания. В военный госпиталь Днепра доставили бойца, который больше всего пострадал от взрыва гранаты на полигоне возле Розовки в Запорожской области. Напомним, ЧП произошло в пятницу во время учения по огневой подготовке. Пострадали шестеро военных. По словам спикера администрации президента по вопросам АТО Александра Матузяника, это был несанкционированный взрыв боеприпаса. У бойца многочисленные повреждения тела и кисти. Военные медики 61-го мобильного госпиталя прооперировали его на месте. И вот сегодня доставили в Днепр. По словам врачей, состояние пациента тяжелое. Боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донбасса. Этой ночью ударили по Торецку, который расположен в нескольких десятках километров от линии соприкосновения. Попали по частному сектору. Три дома разрушены. В одном проживала семья из пяти человек. К счастью, никто не пострадал, сообщают в областном управлении МВД. Обстановку в самых горячих точках зоны АТО изучала Ирина Баглай. Это все артиллерийские снаряды. Осколки, артиллерийские снаряды. И здесь так прошито каждый метод. Промзона Авдеевки. Ночью мины, днем перестрелки. Город остался за спинами десантников, и противники оказались практически лицом к лицу. Тут нет линии размозжения, тут сразу же хром тебе. Мы стоим перед друг другом очень близко. Оно все летит подальше, чем 150-200 метров. Оно летит все на 2 километра, на полтора, на километр. Ну, короче, стены тут можно обратить внимание. Летит в частные дома. Боевики одновременно со слухами о возможном наступлении украинской армии усилили провокационные обстрелы пожилым домам. Это мой огород. А стреляют? Стреляют и днем, и ночью. А я все равно копаю. Не боитесь? Смотри, что я нахожу у картошки. Видишь? И полно. Такие же коллекции и у тех, кто остался жить на стыке двух территорий, оккупированной боевиками и подконтрольной Украине под Горловкой. Лупят они по населенному пункту. Ну, операция и называется антитеррористическая. Когда бьют по мирному населению, это называется террор. Последний обстрел был особенно ожесточенным, вспоминает санинструктор Лена. 26-летний педагог по образованию на фронте недавно записалась в армию добровольно. Страшно было в последний раз очень. Раненых было четыре сразу. Идет, конечно, бой и все. Наше задание раненый. Его спасти, вывезти его. А наши остальные воюют. Если у военных времени на страх просто нет, то нервы мирных жителей уже на пределе. Аналгин-то от головы и от сердца уже, наверное, наркоманом скоро станут таблетки эти. Валидол из рук не отпускают все время. Давят боевики психологические, перегоняя еженочно тяжелую технику. Так создают видимость подготовки к наступлению. То, что техника движется, это и чуем, наблюдаем. У них такого нема, чтобы техника была стационарно стояла, вкопана. Активность значительно уменьшилась. Но все равно они в тонусе держат. Ирина Боглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Новый успех израильских спецслужб. Их хакеры сумели взломать закрытую переписку членов ИГИЛ и добыли перечень будущих терактов. Как это удалось, расскажет наш израильский корреспондент Сергей Оуслендер. Израильские программисты снова подтвердили свое очевидное преимущество перед коллегами. Специалисты компании Инсайт сумели взломать закрытый канал связи ИГИЛ, для которого террористы использовали мессенджер Телеграм. Сам факт взлома этой сети, которая считается одной из самых защищенных в мире, уже большой успех. Но израильским хакерам удалось практически невозможное. Под фальшивыми именами они примкнули к группе ИГИЛ. А попасть туда можно было только по рекомендации одного из участников. Проникли в нее и сумели расшифровать данные. Среди прочего, они получили список целей халифата для планируемых терактов. Среди этих целей, например, в этом списке была церковь в Нормандии, где недавно два джихадиста захватили заложников и убили священника. Важно понимать, что за каждым терактом стоит колоссальная работа. Это логистика, это координация, это средства связи. Поскольку телефоны прослушиваются, террористы сегодня пользуются очень активно интернетом и теми средствами связи, которые этот интернет может обеспечить. Такими средствами связи являются переговорные платформы, такие как Facebook, WhatsApp. Именно хорошая защита от взлома, которую обеспечивают разработчики этих платформ, и привлекают террористов. Эксперты отмечают серьезные изменения в их тактике. Теперь ИГИЛ не планирует собственных терактов, потому что подготовку к ним легко отследить. Исламисты вместо этого публикуют желаемые цели самого общего характера. А в той же Европе всегда находится масса желающих, масса их сторонников, которые пытаются их осуществить. Тем более, что террор значительно упростился. Теперь для осуществления терактов не используют сложные взрывные устройства. Для того, чтобы посеять панику в крупном городе, достаточно нападения с обыкновенным ножом. Тем не менее, в том списке, который добыли израильские хакеры, все-таки есть и конкретные адреса. Например, это американские военные базы в Кювете и в Саудовской Аравии, и объекты на территории еврейского государства. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Тем временем террористы из исламского государства таки взяли на себя ответственность за вчерашнее нападение с мачете на полицейских в Бельгии. Эта новость появилась в твиттере информационного ресурса АМАК, подконтрольного ИГИЛ. Полиция Бельгии уже квалифицировала атаку как теракт. Напомним, накануне в Шар-Леруа исламист с криком Аллаху Акбар напал на женщин-полицейских. Обе остались живы, с небольшими ранениями. Террориста ликвидировали на месте. Это был 33-летний алжирец, проживавший в Бельгии с 2012 года. Мы на чеку. В последние месяцы ситуация в Европе изменилась. Я говорю не только о Бельгии. Офицеры полиции в Шар-Леруа сделали то, что и должны были. Сработали идеально. И возможно, благодаря им удалось избежать большей трагедии. Еще раз им спасибо. В Ницце сегодня помянули жертв кровавого теракта в день взятия Бастилии. Акция, организованная в соцсети, носила неофициальный характер. Активисты, одетые в белое, собрались на английской набережной, где 14 июля террорист, управлявший грузовиком, сбил насмерть 85 человек. Сегодняшняя акция была немногочисленной. Собрались всего около полутысячи активистов. Однако такой лимит установили местные власти в целях безопасности. В реальности же память о теракте снова всколыхнула местных жителей. При приезжих набережную Ницце буквально усыпали цветами и игрушками. Я пришла сюда, чтобы выразить свои соболезнования. Для меня это способ быть вместе с жертвами, их родственниками, со всей Ницце в частности и Францией в целом. Как минимум два десятка погибших и несколько пропавших без вести в Македонии. Столицу страны город Скопий в эти дни накрыли мощные ливни, которые привели к сильнейшему наводнению. Уровень воды местами достигает полутора метров. В городе Хаус многие дома оказались подтоплены и остались без электричества. Дороги размыты, машины вместе с людьми уносило в поля. Некоторые водители так и не смогли выбраться из авто. На ближайшие 15 дней власти объявили города Скопье и Тетова зонами стихийного бедствия. И далее в выпуске попытка расследования одной из самых интересных загадок украинской истории. Вплоть до 2009 года историки и археологи были уверены, что мощи Ярослава Мудрого покоятся, как и свидетельствуют исторические документы, в саркофаге в Софии Киевской. Но в 2009 гробницу вскрыли и останков князя не обнаружили. Выяснилось, что мощи одного из самых выдающихся правителей Руси были вывезены из Софии в 1943 году. По одной из версий, сейчас останки Ярослава Владимировича, вероятнее всего, находятся в Нью-Йорке. На это указывает множество фактов. Своё расследование провела и наша корреспондент в США Юлия Мендель. Окраина Нью-Йорка, Бруклин. Здесь живёт средний класс. Вот в этом здании когда-то был банк. Украинские эмигранты дом выкупили, и теперь тут приход украинской автокефальной церкви. Это святой дядя Николай. Это украинский старец в Украине. Сейчас 1024 года. Реликвий в храме немало, но о главной молчат. Останках Ярослава Мудрого, след которых затерялся здесь, в Бруклине. Представляете, киевский князь. Тысячу лет назад жил. С этих слов, 7 лет назад внезапно началась детективная история. Впервые за полстолетия экспертная группа в Софии Киевской вскрыла саркофаг, где должны были находиться мощи Ярослава Мудрого. Это был шоковый момент. Здесь саркофаги нет, останков князя Ярослава. В этом шеститонном саркофаге, усеянном старославянскими письменами, когда-то хранилось два скелета, но при вскрытии нашли только один. Его разложили, и антропологи, которые пришли туда вместе с нами его исследовать, они сказали, это не скелет Ярослава Мудрого, это второй скелет, это скелет вот этой женщины. Деталь за деталью исследователи восстановили историю. Оказалось, останков саркофаги нет уже давно, еще со времен Второй мировой. В 43-м священники тайно вывезли из Софии Киевской мощи Ярослава Мудрого вместе со старинными иконами, подальше от войны. Так святые кости стали передавать из рук в руки те, кто пытался их спасти. Сначала мощи Ярослава Мудрого перевезли из Украины в Польшу, потом в Германию, а оттуда они уже попали за океан. Здесь, в Америке, их 20 лет хранил под кроватью один из выходцев из Украины. В диаспоре о старинных реликвиях постоянно ходили слухи. Они подтвердились, когда в одной из церквей вдруг обнаружили древнюю икону святого Николая Чудотворца. Ту самую, которую вывезли вместе с останками киевского князя. Она сейчас находится в церкви Святой Троицы в Бруклине. Но где же мощи киевского князя? Я про это ничего не знаю. Я был дитиной, и что я могу знать? Ничего. До свидания. Так, сейчас на звонки журналистов отвечает настоятель храма Владимир Вронский. Но еще несколько лет назад, в разговоре с украинскими учеными, которые специально летали в США, он подтвердил. Мощи у него. Сначала даже был не против вернуть их в Софию Киевскую. С 2010 года переговоры зашли в глухий кут. К переговорам уже подключилась украинская диаспора. Нардепы письма направлены в Украинскую Православную Церковь в США с просьбой помочь вернуть реликвии. На загальнодержавном уровне ведется работа. Нужно вести переговоры и использовать все возможные шляхи для вернения этих святин до Украины. Возвращение этих реликвий, это бы прозвучало не только на всю Украину, а вообще на весь мир. Мне кажется, что они должны сыграть и какую-то не просто символическую, а реальную роль в том, что здесь бы у нас в Украине хотя бы наступил мир. В старинной гробнице Софии Киевской хранятся останки жены князя Ярослава Мудрого Ингенгерды. В том месте, где был похоронен князь, ждут его возвращения. Юлия Мендель, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Российскую сборную в полном составе отстранили от участия в паралимпийских играх в Рио. Об этом заявил Филипп Крейвен, глава Международного паралимпийского комитета. Решение приняли на основании доклада Всемирного антидопингового агентства. Россия намерена обжаловать вердикт в международном спортивном арбитраже. Паралимпийские игры в Рио пройдут с 7 по 18 сентября. Продолжаем выпуск. И далее вас ждут ответы на следующие вопросы. Куда улетели собаки Обамы и зачем житель немецкого города Саар-Брюкин забаррикадировался в кафе? Об этом и не только в нашем обзоре. Белый дом опустил на две недели. Президентская семья отправилась на каникулы. Из Вашингтона с Бараком улетели обе дочери, жена и даже собаки. Как обычно, Обамы будут отдыхать на фешенебельном курорте острова Мартас-Виньер на берегу Атлантического океана. Этот заключительный президентский отпуск станет для американского лидера седьмым по счету. Современные технологии вернули миру одно из семи чудес света. В американской Атланте на 3D-принтере напечатали утраченную в 5 веке статую Зевса. Работе древнегреческого скульптора Фидия в Олимпии поклонялись атлеты. Но до наших дней скульптура сохранилась только на монетах и в описаниях историков. 13-метровый оригинал из дерева, слоновой кости и золота погиб от пожара. Трехмерная копия намного меньше изготовлена из термопластика. Спокойный сон в кафе обеспечил себе житель немецкого города Саарбрюкен. Он ворвался в окровавленной рубашке в заведение с криком «Вон отсюда!». Когда посетители ушли, заперся. Спецназ взял кафе штурмом и нападавшего нашли спящим в подвале. Оказалось, это местный выходец из Македонии. Его забрали в больницу, где проверяют психическое состояние. Немцы установили мировой рекорд. Правда, не в Рио, а у себя дома. В немецком Ботропе прошел чемпионат мира по метанию дамских сумочек. Участники из разных стран бросали ручную кладь разными способами. Толкая, забрасывая за ручку, фристайлом и на манер метания диска. Немец Штефан Купман, победивший в этом году, набил сумочку своей матери песком и забросил ее на 46 метров. Вот в Гонконге прошли соревнования по ловле покемонов. 600 человек со своими смартфонами в 30-градусную жару пытались первыми на улицах города найти и поймать 12 карманных монстров. Игра устанавливается на смартфон и привязывается к реальной местности. Чтобы попасть в необходимое место в виртуальном мире, нужно переместиться туда в реальности. Конкурсанты искали покемонов в трех разных районах Гонконга. Победитель потратил на поиски два часа и выиграл почти 400 долларов. Новый рекорд от Джан Роулинг. Книга о взрослом Гарри Поттере продалась почти миллионным тиражом буквально в первые дни после выхода. На подходе новый спектакль и еще один фильм по мотивам Поттерианы. О новой волне о Поттеромании наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Опять фанаты спят под книжными магазинами, переодеваются в смешных волшебников, необычных животных за собой таскают. Все в преддверии премьеры. В продаже поступает новая книга «Гарри Поттер и проклятое дитя». Боже, 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 я должна ее заполучить и очень рада, что пришла сюда. Честно, мне нужно сейчас успокоиться, сесть читать, а потом быстренько все обсудить с друзьями, фанатами. На обложке красуется имя Джоан Роулинг, но на самом деле авторы другие. Она только консультант. И это не роман, а театральная пьеса. И совсем не о Гарри Поттере, так утверждает сама Роулинг. Она пришла на премьеру постановки. Нет-нет, он и так много всего пережил, поэтому пора завязывать. Это история о другом поколении, знаете ли. Нет сил терпеть, как хочу ее увидеть. На спектакль не попасть, онлайн билеты разыгрывают в лотерею, перекупщики ломят космические цены, а критики на перегонки нахваливают. Такого британская столица еще не видела. Два длинных акта, которые даже показывают в разные дни. 42 персонажа, умопомрачительные декорации. Центр Лондона, один из лучших театров, заманчивая вывеска и никаких билетов в кассе. Все распродано до конца года. Одна надежда, сценарий напечатали отдельным тиражом. И вот она, заветная книга. Я уже прочла. Это история о среднем сыне Гарри Поттера Альбусе Северусе, который ссорится с отцом и поэтому решает отправиться в прошлое. Оживить одного из погибших персонажей. Конфликт родителей и детей и магическое противостояние. Вот две главные нити сюжета. Зрители в восторге. Эти книги огромная часть моего детства. Страшно рушить эту сказку. Но постановка была совсем другой. Новой и свежей. Хвалебные рецензии получила актерский состав. Это юные дарования и заслуженные мэтры. Например, темнокожая актриса Нома Думызвени, которая играет роль Гермионы. Хотя сначала фанаты таким поворотом были возмущены. Вы были отчислены из Хогвартса за то, что ваша зверюшка подвергла человеческую жизнь опасности. На подходе еще одна премьера Патрианы. Первая часть фильма «Магические твари». Это история не о мальчике-волшебнике, а о волшебном мире как таковом. Франшиза, созданная «Рулинг», продолжает радовать поклонников и приносит немалые прибыли. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала «Интер». Народной артистке Украины Софии Ротару сегодня исполнилось 69 лет за годы блистательной карьеры. София Ротару стала обладательницей титулов «Человек 20-го столетия», «Золотой голос Украины», лучшая украинская эстрадная певица 20-го столетия и «Женщина года». Сегодня свой праздник певица проводит в кругу семьи, сына, невестки, двух внуков и уже готовится к предстоящему концертному туру по Европе. На этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте подробности.ua. Всего доброго и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова